Шорох. Шаги охотника приближались. В логове было слышно, как с хрипом и с трудом дышит его мама, самая храбрая мать-волчица. Она лежала на правом боку вся в крови. Пуля охотника насквозь вонзилась в ее левое плечо, недалеко от шеи. Она еще дышала, но при этом не отрывала взгляда от волчонка своего сына, который со страхом, весь дрожа, как маленький колобок спрятался в углу логова. Но его славная мама не боялась приближения охотника. Волчонок увидел, что мама плакала, она не могла двигаться. Кровь струей текла из ее раны и как дождем хлестала ей на морду. Мать-волчица, вытянув правую лапу вперед, с любовью ласкала животик своего новорожденного сына. Шаг за шагом охотник приближался к логову. Волчонок дрожал, спрятав свою маленькую мордочку. Уже у входа в логово были видны кожаные казенные сапоги и опущенная дула охотничьего карабина. Охотник беспощадно приблизил дула к голове матери волчицы и нажал на курок. Раздался звук, от которого волчонок временно оглох. Ничего не было слышно. Все птицы, сидевшие на ветках, разлетелись по лесу от испуга. Только наш новорожденный волчонок наблюдал, как охотник вытащил из кармана охотничий нож и с легкостью снял шкуру с его бедной матери. Затем кусачками выдернул все ее зубы, а потом и все ее когти. После этих кровожадных манипуляций он разложил все по отдельным пакетам. Бедняжка, маленький волчонок даже на время не мог понять, что происходит. Иногда ему казалось, что это страшный сон. А когда его разум пришел в себя, от страха он подумал, что после матери волчицы настала его очередь, и он явно ждал своей смерти. Закончив свое страшное дело, охотник по-пластунски забрался в глубину логова и вплотную подобрался к волчонку. Но он его не убивал, а беспощадным и сатаническим взглядом наблюдал за дрожащим детенышем. Затем алчно схватил его за шею и выбрался со своей жертвой в руках и неприятной улыбкой на лице обратно. Когда он улыбался, были видны его ржавые зубы, изо рта его шел отвратительный запах табака и спиртного. Обычно самка-волка рожает от трех до пяти детенышей. Но эта убитая самка была из редких пород волков, которая рожала каждый год только по одному детенышу. Такие породы очень редкие, смелые, охотничьи и очень здоровые. Погибшую волчицу боялась вся стая волков. И на охоте даже из самцов никто не смел опережать ее. Она была вожаком стаи. Отважная, красивая и самая сильная. Ее боялись медведи, львы и другие обитатели джунглей. Все самцы мечтали быть ее партнером, но она была очень осторожна в своем выборе. Даже самцы боялись ее взгляда. Она нуждалась в партнере только вынужденно, для рождения потомства. Также она была очень гордая, и никому из стаи волков не позволяла жить с ней в одном логове. И все люди в ауле тоже мечтали убить вожака самку и овладеть ее детенышем. Ходила легенда, что если самец из породы одинокого волка породнится с собакой, то от такого спаривания родятся самые охотничьи собаки, которых боятся не только волки, но и другие обитатели джунглей. И Бабарших, самый старый охотник из аула давно мечтал сделать это, то есть спарить свою собаку с семенем одинокого волка. Он много убивал до этого самцов и самок волков. Он даже прихрамывал на одну ногу из-за укуса волка. Но никогда ему не удавалось убить того самого вожака, нашу гордую волчицу. Давно он наблюдал за вожаком, самкой, и даже знал, когда она родит. Наконец-то сегодня его заветная мечта сбылась. Он убил вожака и стал владельцем единственного ее детеныша волчонка. Бабарших с детства имел много собак, он любил продавать их за высокую цену. В клетках, располагавшихся во дворе его дома, были разные дикие животные. Вот прямо в клетке лежит лев, он такой худой. А в другой пума тоже страдала от голода. Зебра в следующей клетке была хуже осла. Было видно, что Бабарших очень жестоко относился к своим живым добычам. Иногда он специальным электрошокерным кнутом выборочно избивал животных, чтобы другие, сидя в своих клетках и смотря на это зрелище, боялись. И даже, когда он однажды без страха зашел в клетку льва, тот не набросился как лев, а наоборот, как миленький домашний котенок лежал в другом углу клетки и даже не шевельнулся. Лапы его дрожали из-за электрошокерного кнута. Он боялся получить им, почти все были прирученными зверями. Любую команду хозяина зверей беспрекословно исполняли ради одного куска мяса. Иногда он специальным электрошокерным кнутом выборочно избивал животных, чтобы другие, сидя в своих клетках и смотря на это зрелище, боялись. И даже, когда он однажды без страха зашел в клетку льва, тот не набросился как лев, а наоборот, как миленький домашний котенок лежал в другом углу клетки и даже не шевельнулся. Лапы его дрожали из-за электрошокерного кнута. Он боялся получить им, почти все были прирученными зверями. Любую команду хозяина зверей беспрекословно исполняли ради одного куска мяса. Все, что с помощью кнута требовал от них бабарших, они делали. И все гости восхваляли бабара за такое деяние. И хоть по разу, но каждый купил у него по одному понравившемуся животному. У бабаршиха часто бывали дома вечеринки. На них собиралась элита. Вся городская знать из городов жаловала к нему. Музыка, танцы длились до утра, как на балу. Бабар щедро их кормил и поил, в ожидании, что каждый купит по одному экземпляру животных. Вдобавок ко всему, он был и очень хитрым. Самый волнующий момент для зверей – это именно тогда, когда к нему приезжали гости. Все звери так же, как хозяин, были в ожидании того, что их купит кто-нибудь другой, лишь бы им удалось почувствовать свободу. Или самый страшный момент, если бабарших хотел показать всем что-либо из своих дрессировок. Тогда бедные звери обязательно получали удары электрошокером. Однажды пьяный старый охотник захотел показать присутствующим, на что он способен. Он вошел без страха в клетку и начал раздавать команды одному молодому тигру, чтоб тот упал на колени перед ним. А тигр был болен, но слушал своего хозяина. А после получил наказание, бедняга. И умер перед смотрящей публикой, весь в крови от многочисленных ударов кнута. Это все было его бизнесом. Его алчности не была предела. За оплату вперед он обещал гостям на заказ поставлять им кого-либо из зверей. Вот таким образом он жил. Задняя часть двора была его собственной роскошью. Много клеток и в каждой не жили, а выживали звери. Приручал бабарших зверей и продавал за бешеные деньги. Кто-то покупал их для цирка, а кто-то для роскоши своего богатого дома. Были и такие, кто приобретал их с целью изготовления лекарственных веществ. Очень много было у него клиентов из разных стран. Бабарших, можно считать, был самым богатым из олчан. Но этот волчий пес из рода одинокой и редко рожаемый усопшей волчицы был самой триумфальной его добычей. Потому что не только в ауле, даже в городах все мечтали иметь породу, выведенную путем скрещивания волка и собаки. Уже далеко разлетелись слухи, что бабарших наконец-то приобрел то, о чем мечтал всю жизнь. Каждый зуб или коготь покойной волчицы-вожака стаи он продавал по очень высокой цене. А ее шкуру он оставил себе. Хотя, много было желающих купить и шкуру. После высыхания и специальной обработки, в качестве ковра, бабарших постелил ее в свою спальню. И с особым удовольствием и ликованием наступал на шкуру. Наш волчонок был пока в маленькой клетке. Хозяин сам поил его молоком и с нетерпением ждал, когда он вырастет. По иронии судьбы волчонок день за днем, месяц за месяцем рос и очень быстро стал взрослым, здоровым и очень красивым волком. Лапы его были упругие и сильные, похожи на лапы его покойной мамы. Блеск его шкуры, яркие глаза, любого приходящего гостя сводили с ума. А еще он был очень гордым. Когда бабарших старался с помощью куска мяса и кнута принуждать его выполнять команды, он не слушал их и ничего не делал. Грезы и гнев молодого, но очень сильного волка были видны в его глазах. За непослушание бабар очень сильно избивал его, но волк не покорился своему мучителю. Никогда не выполнял его желания. Другие звери, наоборот, глядя на волка, удивляясь его смелости и упрямству, не брали с него пример. Они, загнанные в угол звери, делали все, что желал старый охотник. Ах ты, сукин сын, смеешь ослушать своего папочку. Накажу тебя, пока не упадешь на колени передо мной. Сука неблагодарная, буду избивать тебя, на тебе, на. И так бешеный и обезбашенный в гневе бабарших с отвратительными словами продолжал истязать беднягу волка до упада. Молодой волк никак не мог с этим смириться. Он был слишком упрямым и гордым. На такое зрелище было очень больно и печально смотреть всем другим, сидящим в клетках. Но все равно, даже после наказания, хозяин приносил ему большой кусок лакомки, мясо свинины или баранины. А он ничего не ел несколько дней. Было видно, он объявил голодовку. А другие звери сочувствовали. Когда хозяин уходил отдыхать в полном гневе в свой дом или уезжал на охоту, звери особыми звериными жестами и звуками давали ему понять, что он должен быть послушным псом. А иначе, беспощадный бабарших забьет его до смерти. В свою очередь, с волчьим оскалом, доскрежета на зубах, с горящими от мести глазами волк всем давал знать, что ему лучше умереть стоя, чем выживать на коленях. Он был неисправим. Во дворе у бабаршиха было много собак. Они преданно караулили дворы его обитателей днем и ночью. Гавкали на бунтующих в клетке зверей. Но ни одна из них не смела даже приблизиться к клетке молодого волка. Его взгляд заставлял любого пса издавать звук воя и страха. Они могли лаять на тигра, льва и даже на огромного медведя. Но никогда не осмелились лаять на него. И волчий гордый взгляд заставлял всех зверей проявлять к нему уважение. Но бабар не терял своей мечты приручить волка. Он жил ожиданием чуда, если не сегодня, то завтра обязательно приручится непокоримый гордец. И однажды он вошел в клетку, держа, в одной руке кнут, а в другой лакомый кусок мяса. И запер дверь клетки за собой. А в качестве страховки, снаружи оставил своего работника с лопатой, который жил в его доме, как слуга. Бабар начала давать команды, чтоб тот принудительно ел мясо из его ладоней. Но волк не отводил своего гневного взгляда с охотника. Будто кадры с пленки киноленты мелькали перед его глазами те пейзажи, когда охотник убивал его мать. Он не сдвинулся со своего места, ни назад, ни вперед. Но старый охотник тоже был не из трусливых, он тоже не сдастся так просто. Он всю жизнь убивал и стрелял животных, и такие случаи видел много раз. Даже с огромными зверями стоял он так, глядя, глаза в глаза, как говорится, нос к носу. Никогда не убегал. И на этот раз тоже. Но неожиданно, впервые, перед этим одиноким редкопародистым волком, по спине пробежал холодок страха. Но Бабар не подал вид, что испытывает этот страх. Волк не шевелился. Это зрелище, уже как всегда, было предсказуемо для других зверей. Они знали, что Бабарших не сдастся, и волк тоже. Бабарших не сдастся, и волк тоже.